Девушки отдыхают Скоро найдем Девушка, такси недорого Спасибо Недорого такси Такси недорого Мурашеская курить Мама, можно мы в кафе зайдем? Можно, но чуть попозже, хорошо? Да А куда идем? Скоро узнаешь Так, по-моему, уже близко Здравствуйте Добрый день А вы к кому? К Игорю Васильевичу А вы записаны? Нет, я по личному делу А он сейчас замер Ну, вы можете его подождать Погулять Спасибо Мам, а можно я пойду на цветочки посмотреть? Ну, давай Только так, чтобы я тебя видела Да Рыбки Игорь Васильевич Игорь Васильевич Да, здрасте Здравствуйте Я хотела вас С внучкой познакомить С кем? Аня Это ваш внучка А вы кто? Я мама Здорово, я вас поздравляю Толя 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 на месте Ань Подождите Не, ну совсем офигели, а, Васильевич Ты о чем? Да бабы Нарожают Потом бегают Сшибают деньгу Это у них бизнес такой Главное знать От кого рожать Потом тест И обеспечено До конца жизни Слушай, Толя Хватит ворчать, а Пусть Кирилл занимается Своими женщинами Детьми Я этим не собираюсь заниматься Мама, куда мы идем? Я не знаю Давай туда пойдем Подожди Вообще, житие А ну-ка, продиктуй телефон А куда мы идем? Ань, давай без лишних вопросов Сюда? Да Нам только на две ночи Вот, пожалуйста Вот вам ключики Проходите по коридору направо Комната 115 Только у нас тут тихо Вас никто не побеспокоит А если что нужно Вы приходите прямо ко мне Да, спасибо Мама, а кто это тетя? Тетя тут живет Она наша родня? Анюта, зайчик, помолчи, пожалуйста Мама очень устала Ладно, подумала, тетя Мне молчать? Нет, доченька Просто маме нужно немножко отдохнуть Можно сняли тебе прическу? Давай И спеть даже можно Да, спой что-то Миленький ты мой Возьми меня с собой Там в краю далеком Буду тебе чужой Желый Привет Привет Ну, подожди, подожди, подожди Закрой глаза Это сюрприз Сюрприз Отсматриваешь? Нет Стой Открывай Ну, как тебе? Нравится? Очень Ну, не на меня смотри На комнату Мы только сегодня закончили Только все завезли Мне очень нравится Но ты мне нравишься больше Не издевайся Я же серьезно Я за этот проект Спальня для маловложенов Получила высший балл В школе дизайна Ты у меня просто талантливая Ты издеваешься, да? Нет Ну, я же серьезно Мне очень важно Мне правда очень нравится Вот, держи Спасибо Это хороший порошок Вот Паразиты Газ тебе включать надо Ну, а ты Мужу сказала, что устроилось хорошо Мужа нет Это как? Дочь есть А мужа нет? Так вышло А родители? А родители умерли? Мы с Санькой одни остались Есть брат двоюродный Но Мы с ним не общаемся Это очень плохо Помочь ей некому, да? Раньше знаешь, как было? Семьи были большие, дружные Все вместе Все помогают Это хорошо А работаешь кем? Медсестра Ну, профессия хорошая Но платят мало Ты По делам Завтра пойдешь? Угу Так ты можешь Аню со мной оставить Мне-то одной скучно сидеть А она хоть развлечет меня Было бы здорово А ты бегай Бегай по делам Да? Спасибо Валя В период-то твоя уже Высохла Какой у нас еще сегодня повод? Те документы подписаны Все разрешения получены Мы строим коттеджный поселок Бор Широкое поле для твоих дизайнерских фантазий А как же твои конкуренты? Все конкуренты повержены Не опасно? Юль, ну это не девяностые годы И потом, несмотря на свой возраст Я тоже умею создавать проблемы Это все новости на сегодня? Похоже, что да Тогда за тебя За тебя И снова здравствуйте А вам сюда нельзя Почему? Ну, не надо очень Нельзя Давайте мы вас приведем на улицу Вы подождете там за воротами Женщина, мы вам объясняли Что вам нельзя находиться на территории Женя, проведи, пожалуйста А можно без рук? Хорошо Идите сюда Бегом Уберите это Как зовут? Ира Ира, у вас есть ровно три минуты Объяснить мне, почему вы так настырно меня преследуете Потому что иначе окончательно у меня испортится настроение И все это плохо закончится Спасибо Садитесь, что вы стоите Можете мне объяснить, при чем тут я? Это ваши с Кириллом дела Разбирайтесь сами, вы взрослые люди Кстати, он в курсе, что у вас есть ребенок? Да, он знает Но мы к вам Что ко мне? Что мне нужно сделать? Поставить его в угол, снять штаны, отрестать ремнем, что? Возьмите себе Анюту Что? Анюту, возьмите себе Она не будет вам обузой Девушка, вы в своем уме, а? Если вы хотите денег, так обращайтесь в суд Там, экспертиза, ДНК, далее все по списку Делается законным путем Игорь, павел Васильевич, при чем тут деньги? Деньги это не главное Моей дочери нужен человек Который ее вырастет и поставит на ноги А ваш сын этого делать не будет Один раз он уже отказался от нас Девушка, скажите мне, пожалуйста Почему с таким маниакальным упорством Вы пытаетесь избавиться от собственной дочери? Потому что я больна Врачи дают не больше года Боковой анотрофический склероз Ну, у вас же есть какие-то родственники? Какие-то есть, но я им дочь Не доверю уж лучше Иди дома Хорошо, а почему вы только сейчас объявились? Девочка-то уже большая Сколько ей там? Пять, шесть, сколько? Просто не хотела никому мешать А сейчас сложилась такая ситуация У меня просто очень мало времени Звоните мне вечером Я поговорю с сыном Честно говоря, совершенно не понимаю Зачем я это делаю Пейте чай, всего доброго Я проверила эти документы Хорошо Добрый день Здравствуйте 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 Да, да, вечером Привет Зайди ко мне, пожалуйста Мне сказал Ну, все, давай до вечера Девушку это Ира зовут Ира Под Тверью у друга отель Очень клевый Я там зависал часто С этой девчонкой мы познакомились в клубе И потом тусили пару месяцев Я даже не очень помню, как она выглядит Помню, что у нее волосы красивые были Ну, встреться, поговори с ней А потом, в октябре, она написала, что беременна А че ты молчал? А че мне делать было? Жениться? Я написал, отцом не буду Тут один нюанс Она говорит, что больная и, возможно, скоро умрет Хочет обеспечить ребенку будущее Я тебя не пугаю Я просто предупреждаю, что на суде тебя могут признать отцом Я законопослушный гражданин Если медицина докажет, суд решит Пожалуйста, буду платить, сколько скажут Дурацкая мысль такая Если бы эта девочка была мальчиком Интересно, так бы я реагировал или нет? А какая разница, мальчик или девочка? Просто потрясающие вещи творятся Повсюду этот культ свободы Борется за свободу всех Черных, белых, животных, растений И вот только тут дичь Ну разве не имеет права мужчина сам решать, быть ему отцом или нет? Не скажи, мальчик Продолжает род Родом разбрасываться нельзя Ладно, я тебя понял Старайся ладить Спасибо Да я только с отдыха вернулся А туфли, да? Завтра завезут Сарайш Кирилла, оказывается, ребенок Какой ребенок? Девочка За что, выходит, дедуля, что ли? Ну, перестань Фу, дедулечка Ну что, у меня еще все как у молодого Я знаю Слушай, а это мне, выходит, Кирилла официально надо поздравить? Слабый пол для иронии Прости, надо ответить Я слушаю Добрый вечер, это Ира Я звоню узнать, что вы решили Ну, я поговорил с сыном Ничего утешительного я вам не скажу Можете подавать на установление отцовства А дальше по списку Вы когда уезжаете? Завтра утром Мы должны освободить комнату Какой гостинице? Общежитие Нагорный Хорошо Подъедет человек Примите от меня небольшую помощь Да не нужны мне ваши деньги Ну, спасибо вам большое за все Да не за что И вам всего хорошего А ты, Ирина, замуж выходи Пока молодая Женщине муж нужен А дочери твоей отец Одной плохо Мама, мама, смотри, какая машина красивая Всего доброго Счастливо Мне велено вас отвезти Вы ведь на вокзал? На вокзал Вот, берите Это вам от Ирина Васильевича Ира, спасибо Слушай, иди машинку посмотри Ты гордость свою бери куда подальше Вот Дают, бери Вот дуреха, а Ну, не тебе же дают Дочери твои дают У тебя ребенок маленький Ее кормить Одевать надо Ну, куда суешь Ты положи по-нормальному Сопрут или потеряешь Может, она и к лучшему Угу Людь, за такие деньги месяцами вкалывает Да ты же твоя работала Ребенка родила А у мамы много не надо Если тебе деньги не нужны Отдай тому, кто нуждается А покататься можно? Ну, конечно, можно Бери маму Поехали на вокзал Анюта Что? Тебя ведь Анюта зовут? Да А что там у тебя за зверь? Это же Чичилабр Мой друг О, привет, Чичилабр Приятно познакомиться А меня Толик Мне тоже Хочешь порулить? А разве можно? Нельзя Да можно, можно Давай забирай сюда Только осторожно Да, мам Только-то-только А ну, аккуратно А то сейчас стол поцелуем Я держу Вон ваш Ну, спасибо Дальше мы сами До свидания Ну, бывайте здоровы Что передать Игорю Васильевичу? Пусть забудет нас скорее Пойдем Анют Привет Когда ж эта жара закончится? Как все прошло? Нормально Деньги взяли Чего ты волнуешься? Как всегда сделали Все же помогли С дурацкой ситуацией Она не права И мы не правы Она виновата И мы виноваты Бред Это называется жизнь? Очень смешно Поехали О! Девять Уехали твои проблемы А это что такое? Ха Девчонка забыла Ты подумай Слушай, ты бы убрался вообще Газеты старые Да выброшу я все, выброшу Когда? Когда руки дойдут Ты до работы будешь меня везти сегодня или нет? Кремль Брошу Что, Игорь Васильевич, по кофейку? Возьми, пожалуйста. Бегом сюда! Бегом сюда! Чего стоишь? Виталий, быстрее! Кто стрелял? Закрыли, закрыли! Закрыли, уносим! Уносим, шкуру вызывай, чего кричишь! Закрыли! Быстрее, бери, бери! Слезай! Ты видел, кто стрелял? Какой стрелял? Иди, не сего, из офиса что-то угодно! Кровь нужно остановить! Держись, Васильевич! Держись! Васильевич, держись! Держись, Васильевич! Держись, дорогой, держись! Скорая есть, Васильевич! Ну, ты что ж, не пугай меня! Ну, что? Как настрой? Иск хочу вам предъявить. Что вы говорите? Ну, я же уже собирался, все. А вы меня каким-то образом вытащили, зачем? Вопрос, конечно, интересный. Но не ко мне, а выше. Я, Игорь Васильевич, просто посредник. Ну, зачем-то вас здесь оставили, да? Ну, наверное, не со всеми делами управились. Вообще-то, вам крупно повезло. Чуточку ниже, и все. Мы бы с вами сегодня здесь не беседовали. Ладно. Вы оправляетесь. Спасибо. Я вас попрошу, сейчас самое главное для него, это покой. Поэтому вы здесь долго не задерживайтесь. Хорошо. Давайте. Ну, как ты? Кирюх, если ты хочешь сесть на моем место, не надеясь, я слышал, что врач сказал. Там этот следователь хочет поговорить. Я сегодня ни с кем не буду разговаривать. Слушай, тебя вообще не волнует, кто заказчик? Да знаю, где кто заказчик. Юречка. Почему мне никто не позвонил? Ты хотя бы представляешь, что я пережила? Милая, я не успел добраться до телефона. Вообще я думал, что освобожу тебя. Такой отврат валины вроде бы. Я слушаю меня. Не перебивай. Тебе, когда выпишут, я отвезу тебя в Европу. Там мы будем с тобой гулять, лечить тебя и заниматься всякими глупостями. И отказ не принимается. Я сделаю все возможное. Тебе, когда выпишут, я не буду разговаривать, я не буду разговаривать, я не буду разговаривать. Здравствуй, мамуля. Увиделись. Тебя подвезти? Не надо. С толиком. А спорим, ты уже хотела вскрывать завещание и смотреть, что тело упало? Ты же знаешь, у меня нет завещания. Кирилл, у нас с тобой и так не очень хорошие отношения. Давай попробуем ради отца. Твоего или моего? Хотя мой тебе тоже как отец. Ради Игоря. Давай попробуем ради Игоря быть семьей. И ты знаешь, что ему это важно. Мы никогда не будем семьей, мама. Руку пусти. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, Геннадий Васильевич. Ну как он? Скоро будет бегать. Но пока вам лучше полежать. Спасибо. Вот. Виноград для сердца. Все мытое. Ставлю вот сюда. Или лучше вот сюда. Да туда на подоконник поставь. Ну рассказывай, что там на улице происходит. А, на улице все по-прежнему. Ты как себя чувствуешь? Нормально я себя чувствую. Думаю много. А ты не думай, ты отдыхай. Слушай, можно узнать этот адрес девушки с внучкой? Зачем? Какая-то разница, зачем? Я спрашиваю, можно узнать адрес девушки с внучкой? Ну там, наверное, в общежитии в книге запись осталась? Ну выясни, пожалуйста. Ну хорошо. У меня девчонка все это не идет из головы. Хочу ей денег оставить на образование. А если она не ваша? А если наша? Какая-то разница, мне так спокойнее. Ну не знаю. А вдруг она на твоей халявной мане-мане вырастет бездельницей, пьяницей? Или рантье каким-нибудь, не дай бог. Ты вначале выздоравливай и поправляйся. А потом будешь думать, кому что дать, не дать, там девчонки, не девчонки. Чем я по-твоему здесь занимаюсь? Знаешь, когда в человеке дырку делают. Мозги отлично работают. Так все, Нют, мама пошла на работу. Только давай в этот раз без сюрпризов. Я, мама, муж, я. Слушайся, бабуля. Да. А мы сейчас с ней подвязать будем. А? Че вязать? А свитерочек зиме. Здравствуйте. До свидания. Ну что, ты готов? Готов. Как Гагарин и Читов. Сварета подана. Подожди, не сбивай меня. Ты привез? Да. Вот, Кудрявцевы. Ирина и Анна, Анна эта малая. Вот их точный адрес. Ну, прекрасно. Толик молодец? Толя молодец. Так. Толя, это важно. Мы с Юлей должны были послезавтра улетать. Почему должны были? Рейс в час. Я помню. В общем, она сама полетит. Без меня. С чего это вдруг? Я один хочу побыть. На рыбалку поедем. Вот. Дай-ка. Давай. Болит? Болит. Сумку бери. Так я врач сказал расхаживаться. Я возьму, возьму. Водичку. Ладно, ладно, черт с ней. Поехали. Бабуллин. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ вон он иди сюда поговорить надо ты меня не узнаешь я же на машине катал ты у меня во кого забыла своего чучабра а мы тебе его привезли иди сюда спасибо привет что ли здорово так сиди сми проходите ну спасибо спичками то будет пользоваться я наверное зажигай плиту чай пить угощайтесь выбирайте из каких кружечек будем пить чай с таким или с таким цветочком ты игорь василич с каким цветочком будешь у меня уже есть игорь василич красненьким тогда мне синенькими спасибо я смотрю вы в лотерею играете дабы он просто деньги на воздух спускает думает приз выиграть а выиграла просто порошок дай только не молятся ну может еще повезет вы обращайтесь а то я обижусь конфетки у нас кстати очень костные игорь василич не можем хозяйку обижать вы только фантики не выбрасывайте а мне оставлять я их собираю потом с меня здравствуйте здрасте у нас вот чаем угощают вы извините что мы без предупреждения ир мы можем поговорить да давайте поговорим садитесь спасибо я просто случайно в ваших краях оказался приехал на рыбалку и решил заглянуть спасибо спасибо что не забыли ира я там завещание отписал вашей дочери некоторую сумму двести тысяч евро с девочки на образование спасибо на этом за деньги правда спасибо наверное анютки они помогут но хорошее образование еще никогда никому не мешало а вы не будете против если я оставлю ей ваш адрес зачем про родство конечно я ничего говорить не буду просто хочу чтобы она знала что есть такой благодетель и в трудную минуту можно обратиться дело в том что я сейчас пишу такое длинное письмо и передадут его лет четырнадцать честно говоря я думаю не стоит потому что неизвестно как тому времени все сложится да да вы правда пусть с самого начала знает что она одна надеяться не на кого чаем меня напоили просили на помощь сейчас идем учиться кораблике пускать пойдем мы тебя научим да нет там ехать уже пора да да ну значит не судьба жалко до свидания до свидания расти большой а не будь лапшой ну поехали счастливо а ты че не спишь не спится че болит думаю этого еще не хватало о чем за житя дед был нет деда я не застал я ж тебе рассказывал у меня бабушка была бабуля я ж безотцовщина когда мать к себе хахаря приводила она меня к бабушке отправляла не придешь там всегда блинами пахло или пирогами пироги такие знаешь такие пышные как-то потом вообще никогда в жизни не попадались такие на трескайся пирогов и на боковую а у меня и дед и бабушка были бабушка очень красивая в молодости деда я безумно любил а со мной вел себя строго читать заставлял математикой заниматься когда родители забирали после каникул обязательно мне три рубля подсовывал незаметно вот видишь какой у тебя был правильный и хороший дед слушай а давай эту девчонку а нету завтра с собой на рыбалку возьмем зачем ну я болтал с ней она сказала что никогда на рыбалке не бывала я ей сказал айда с нами ну с дуру ну пообещал теперь получается вроде как обманывать ребенка отчего накормим девчонку ухой будет потом рассказывать какие хорошие дяди под твою ответственность под мою под мою вот сейчас когда леску она это потянет значит клюет значит рыбка к нам в гости пришла а потом а потом мы ее вытащим и Толик вот такую вот уху сварит значит она кля в гости мы ее в шуку вот я у вас говорила ты роднодзор ну а какая же рыбалка без ухи а какая рыбка придет а кунек латвичка щука если повезет так это она что желание по сущему велению исполнять мне щука нужна пратика заказать так ее поймать а что нам делать как щуку поймать чтобы льва не спонял малыш такие щуки только в сказках в жизни все по другому а зачем это вот штуковина антика положи на место пожалуйста и не трогай а он что злой кто Игорь нет он голодный сейчас мы его накормим мушицей и будет он добрый-добрый а может не надо их водить они красивые и блестящие Ань в воду не заходи и не трогай ничего Толя ты червячком не поделишься со мной а где твой ну закончился с тебя стакан какой стакан за ребенка смотри ну либо за ребенка смотри либо уха мне дрова нужны поповерьте домой я на минутку Аня да ну что ли Аня держись ничего не бойся да что что ж такое на минуту нельзя оставить что ли какой на минуту я тебе сказался ребенка бы следить ну какой следить я отвернулся за дровами пошел ты ж видел иди сюда какие дрова ты знаешь что могло случиться что случиться могло я же за дровами пошел ты ж видел давай кострука это дрова все все ну что ли мамочка можно мне Аня ты уже сегодня не купалась привет Толик можно в машину залезть ну ты уже залезла ну почти залезла я подумал я возьму Аню к себе так будет правильно да спасибо 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 я просто неожиданно я не надеялась только это нужно все сделать законным путем так так проще всего если Кирилл подъедет и мы подадим заявление в ЗАГС за признание отцом я все подвешу я уже сам разберу так хорошо я его пришлю обязательно я могу что-то сделать лично для тебя мы уже все все сделали мне страшно ничего не бойся привет привет как себя чувствуешь нормально просто неожиданно уехал по лиге проспектов хорошие подвижки полностью продали первую очередь новая реклама сработала хорошо это позже слушай Кирюш помнишь девочку твою привозили дочь помню ну тебе надо признать отцовство там ничего сложного нет съездите с ее мамой в ЗАГС утрясете все формальности жить она будет у меня хорошо я съезжу и все подпишу но я буду одним твоим наследником ты и так один других нет ничего не поменяется ты не будешь жениться ну так не твое дело я выполняю твою просьбу ты мою Кирюша мальчик мой это мои деньги я их заработал и я их буду распределять ну это не совсем твои деньги мальчик Кирюша работает на эту компанию семь лет а до него работала его мама маму не надо трогать мама была номинальным управляющим а ты пришел в готовый бизнес твоим маркетингом может заниматься любой другой ну конечно ты же царь горы здесь может мне сейчас прикажешь еще и Толику отписать в доме нет мы с ним кирпичи возили на заднем сидении жигулей на первую стройку у него побольше прав чем у тебя за языком следи хорошо скажи а могу я получить права на ребенка без Кирилла без сына не получится по закону вы сейчас для девочки никто хорошо как мне стать кем-то вариант первый вы заключаете брак с мамой ребенка и становитесь приемным отцом с вытекающими правами то есть ты мне предлагаешь жениться на умирающей барышне в тот момент когда меня дома ждет любимая женщина есть менее циничные варианты есть есть вариант второй мы подаем документы в принципе на разрешение стать опекуном а в нужное время указываем в нужном ребенке ну это нормально давай так и сделаем но есть одно но будет маленькая отстрочка у вас ведь нет доказательств прямого родства а таким лицам рекомендовано для положительного решения посетить курсы опекунов и этого нельзя избежать нежелательно если мы завтра подадимся плюс два месяца спускаем пока на первый я Юлю привез молодец делал все что смог а это куда на выброс да нет подожди ну как же это же вот это же вот это же с такой спинкой это же прямо для моего вот этого остеопороза забирай забирай точно да так это ставим ребята вот это берем вдвоем берем осторожно несем нежно привет любимая а что здесь происходит ты не хочешь меня поцеловать я тебя не видел две недели куда все это куда ты не сомневаешься прости что я тебя не встретил совершенно сумасшедший а куда все это не сомневаешься у нас будет ребенок а вообще-то это у нас это город женщина нет ну а Аня дочка Кирилла она будет жить теперь с нами ага да Игорь ау я там шкафчик померил так станет у меня в спальне как влитой что скажешь подождите подождите какой шкафчик если вы не знаете куда его поставить я найду ему место да не страшно это же мне для нижнего белья какое нижнее белье это ручная работа из тропического холесандра да честно не страшно это же мне для троселей а что вы креста просите подождите 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 я понимаю почему ты столько всего ему позволяешь ну потому что это Толик на Толика и погоду не обижаются я соскучился обожаю когда ты готовишь жалко что это происходит редко и всегда по какому нибудь поводу Юль прости я правда не мог тебя сегодня встретить но ты окончательно решил по поводу Ани она остается с нами да для меня самого это довольно неожиданное решение но если посмотреть на ситуацию под другим углом у нас наконец-то будет полноценная семья но она могла быть года два три тому назад это сейчас возможно я по-прежнему хочу от тебя детей я не так молод а Аня Аня дочь моего сына и если он не хочет ей заниматься я должен поставить ее на ноги ну я тебя не осуждаю я готова принять любое твое решение и всегда буду на твоей стороне а теперь я пойду аппетита нет база торпедных катеров слушает ты где? прио до Жанейро отдыхаю продукты привез? продукты привез все купил по списку там сейчас гувернантка придет я у Сумачевых ее переманил ты ее встретишь? я не успеваю только без форт-мажора конечно конечно гувернантки это же мой профиль я здравствуйте калитка была открыта и я вошла здравствуйте ну где же вы пропадаете мы вас заждались да? да прошу вас пожалуйста проходите я вам все покажу спасибо тяжелый вы простите что я так долго прошу вас вот чай спасибо может быть сразу коньяку а можно же вместе ой нет что вы я на работе не пью ну все мы на работе не пьем но это же надо еще доказать презумпцию невиновности никто не отменял все таки вот как же приятно видеть женщину с образованием а вы тут хозяин? второй хозяин вас устроит первого пока нет ну это битте пардон эмо как говорят французы just a moment приз кого-то там принесло пойду посмотри вам чего? добрый день войти можно? у вас там было открыто? я знаю могу я видеть Игорь Васильевич а вы по какому вопросу? мы созванивались я испойду ее ааа проходите что же вы вообще-то мы вас ждали еще с утра а вы как-то работаете спустя рукава пойдемте вам туда и посмотрите там повнимательнее я надеюсь вы сумму-то уменьшите а то ведь понять же невозможно это же вы откуда такие берете суммы? это средняя цена на рынке грабеж этот ваш рынок вы хуже фребусьера вам только пиастры подавать пойдемте вам туда вот проходите где Игорь Васильевич? все что вам нужно это здесь и потом будете выходить дверь входную закройте просто захлопните я буду очень занят большое спасибо за чай такой редко встретишь обычно нас дальше приборов не пускают а мы всегда стараемся делать все возможное извините извините а где все-таки Игорь Васильевич? я не расслышал вы из какой организации? я из образовательного бюро Пайдея добрый день здравствуйте вы Алла Петровна? да очень приятно извините что опоздал это я с вами разговаривал я надеюсь вас уже угостили чаем предположим напоили ну тогда пройдемте ко мне в кабинет там будет удобно поговорить спасибо так все-таки а где ваши приборы и счетчики? а как давно вы занимаетесь с детьми? у меня 30-летний стаж я работала воспитателем в детском саду потом довольно долго на частной практике сын студент нужно ставить на ноги у меня тоже сын взрослый а теперь вот девочка мы ее удочеряем поэтому нам очень нужна помощница не переживайте все будет хорошо я надеюсь я слушаю Игорь Васильевич да это баба Уля я от Иры я вас помню нет ее больше умерла она приезжайте за ней здравствуйте здравствуйте как хорошо что вы так быстро приехали а то она спрашивает у меня про мать а я же не знаю что говорить так быстро все случилось врачи говорят паралич органов дыхания она в доме? да привет помнишь меня? здравствуйте ты начальник Толика? абсолютно верно а чего? Толик скоро приедет кашу будешь? не хочу зря во-первых каша полезная да и кстати будешь слабым и немощным каша силы придает ну хорошо давай попробую берем ложку вкусная каша поедешь ко мне пожить я не могу мама будет ругать если я от бабы уйду мама разрешила разрешила? мама уехала она же в лотерею поездку выиграла кругосветное путешествие на яхте а почему она меня то не взяла? ну просто не успела самолет быстро улетал а по этой лотереи ты можешь переехать пожить у меня будем гулять с тобой зоопарк пойдем аквапарк куда скажешь в кино на роли-дром? на роли-дром хорошая лотерея попалась а как тебя зовут? Игорь а живешь где? вот если поедешь со мной то увидишь Игорь Васильевич в ритуале урок был и там женщина из-за пеки поля ага да я все оплатил помочь с ней ну что ешь? здравствуйте здравствуйте вот вам справочка я как раз сейчас занимаюсь документами на разрешение на опекунство ну Ира мне говорила о вас мы ее тут все знали она в больнице медсестрой работала давайте сделаем так я напишу что ребенок находится у дальних родственников но через месяц опекунство нужно оформить я думаю за месяц я успею давай Людович ну вот это Юля это Аня она у тебя тоже по лотереи? нет Юля моя невеста а разве такая старая как ты женятся? вот сейчас женюсь и помолодею сомневаюсь там озеро ну как? вау красиво покажи где мама? мама где-то здесь Ка Кайма Каймановы острова интересно а какой маму подарок от этого принесет? может попугая? ты хочешь попугая? не знаю мама просто всегда привозит подарки когда уезжает вот думаю какой будет ну приедет посмотрим если что-то вкусненькое я поделюсь договорились она спит пойдем вдруг проснется испугается ну ты же не будешь так на дне всю жизнь сидеть что ты будешь делать когда Аня вернет что ее нам больше не вернется? не знаю когда она и что-нибудь ты понимаешь что с каждым разом будет все больше и больше вопросов? честно говоря нет мне тоже нужно в доме ты помнишь про завтра? завтра? завтра мой благотворитель на аукцион а Людичка а можно я просто перечислю каких-нибудь денег и буду ждать тебя дома? а можно мы пойдем вместе? я готовила полгода ты же знаешь как для меня это важно я тебе все равно чем я занимаюсь нет мне не все равно но просто ты знаешь что я не люблю большого скопления народа не забывала себе на этих тусовщиков ну зачем я тебя а затем что ты у меня мужчина я хочу чтобы нас соединили вместе ну хорошо я здесь я здесь когда у тебя утром начинается? все маме на работу надо собраться даже и меня надо по биулле завести понятно а у вас тут никто не работает нет работаем просто не так рано а вот это ты откуда взяла? там давай мы с тобой договоримся что у тебя в комнате ты можешь делать все что угодно а здесь надо спрашивать разрешение хорошо? у кого? ну у меня или у Юли доброе утро здравствуйте привет Аэлька привет Толик вот доставил а у Петровна в ее наилучшем так сказать виде друзья мои у меня печальная для вас новость рабочий день будет начинаться раньше поскольку клиент встает в 6 утра Игорь это что такое? ну Юлечка это просто такое небольшое вкрапление по-моему миленькое вот это мазня это вкрапление? это не мазня это бабауля и гуси а мне эта картина нравится я помню в Лувре видел помнишь там была такая холстина метр на метр и так красочками немножко забрызгана стоила миллион евро я думаю что все великие художники начинали с того что пачкали стены а нужно поощрить творчество ребенка мы просто направим это в нужное русло художественную школу отдадим да это вещи мне теперь тоже прятать да? нет вещи прятать не надо я тебе сейчас все объясню искусство яд я тоже был в Лувре ну будешь бить? гоу гоу теперь я бью стоп стоп игра Анечка садись садись у вас девочка ест без приборов я так не устала не-не-не смотри вилочка слева ножик справа давай бери я с Анночку спинку прямо слушайте ну при чем тут осанка ну ребенок ест радуйтесь она же не балет танцует а при чем здесь балет осанка нужна не только для балета а для чего? для жизни для жизни интересно не знал я столько лет прожил вот как-то никогда не думал есть у меня осанка или нет а вы-то здесь при чем? я же про девочку говорю ну хорошо вы вот у вас есть осанка да и что и что вам это в жизни помогло? помогло вилочка слева ножичек справа вы же не в Париже а вы когда к своей работе приступаете? я уже приступил когда Игорь Васильевич уезжает я здесь за главного я тоже хочу совсем с ума сошли Аня Толик а она у нас тоже по лотерею? мы ее перевоспитаем а? Толик ну это же сколько надо терпеть зато не скучно баскетбол всем все понятно? работаем хорошего дня Перюш заехать не хочешь познакомиться? мне это не касается ты будешь всю жизнь прятаться да? жизнь моя я сам решу что делать а что это ты в смокинге? благотворительный вечер там Юля организатор нужно поприсутствовать усыновитель благотворитель скоро в святые его заведут да? хотя прошлые грехи не пустят добрый день Игорь Васильевич прошли уже кортиру скажите сегодня приобрести в заказе чем больше тем лучше да да впервые простите я сейчас пылью привет очень рада что ты пришел как все идет ты знаешь хорошо но я немного волнуюсь ты здесь самая красивая извини я пойду гостей встречать ну как мне очень нравится эта техника я хочу сделать серию народов в этом стиле вот лучше смотреть с вот этого точечки простите пожалуйста а как называется эта картина формула города ага смешно нет я просто тоже занимаюсь строительством знаете еще эту формулу но здесь я почему-то не вижу раз не видите не вижу смысла для дальнейшего разговора Денис это Игорь мой муж очень приятно он купит эту картину вот эту да нет почему выкуши она мне не нравится скажите а вот эта вот ваша картина да она без названия вот ее я и куплю тебе в подарок все хорошо на самом деле действительно хорошая техника я думаю она будет пользоваться популярностью ты знаешь эту которую тут всем заведует мне кажется что она не хотела все сели вот эту в зеленом платье да знаю слушай она свободна или как да нет она живет с каким-то старпером разглаживает дедушки морщинки да сейчас каждая проститутка находит себе богатого папика простите ребят вы говорите о моей женщине я тут стартер все нормально все в порядке ты можешь сказать что случилось чего мы поспорили о значении русского авангарда отжимаетесь Игорь я серьезно я серьезно он грубо выразился о черном квадрате Малевича меня это возмутило и обрезал ему за Казимира у тебя с молодости привычка драться знаешь я и сейчас себя чувствую на 29 Толя проедем через одно место еще что увидишь пожалуйста спасибо всего доброго счастливо приходите дай мне руку что прости это надо было сделать гораздо раньше ты выйдешь за меня замуж конечно только не задуши меня тихо Анюта Анюта спит все купили как же я рад тебя видеть Дора Петровна я уже две недели здесь работаю и вы не можете запомнить мое имя и вы здравствуйте Алла Петровна скажите пожалуйста а почему вы все время проявляетесь как клоун вы же взрослый человек а что я не могу поздороваться с моей подругой Дора Петровна это ваша грудь у нас очень хорошие отношения я вас отделил вы Алла Петровна а она Дора Петровна а я бы поздоровалась с Константином с кем? мозгом Анатолия но к сожалению он отсутствует боже мой а где же он? ой слушайте у меня подарок для Доры Петровны Аллы Петровна вы ей не передадите нет я от чужих людей подарки не принимаю ну может быть мы еще станем и не чужими сомневаюсь вы слышали Дора Петровна привет привез? вот ну красивая настоящая с Каймановых островов да по цене а там кто его знает нет ничего невозможного за китайский промокль анюта давай переодеваться смотри я тут тебе принесла давай выбирать я предлагаю вот эту синенькую надеть смотри синенькую как у вас юбка да но девочки не одеваются как старухи и старики какое обидное слово нельзя так говорить я что старуха по-твоему? ну а кто вы с Игорем? Игорь же мой дедушка ну вот дедушка очень хорошее слово а Толик? Толик как я только старше а я моложе Толика нет да да привет здравствуйте привет Анюта иди сюда смотри что у меня есть мама ура а письмо есть? письма нет но ты же пока еще не очень хорошо читаешь хорошо меня Гаргона Петровна учит ну вообще не очень хорошо называть Алла Петровна таким словом шумит шумит Толик еще не видел Игорь можно тебе на минутку? три я вот ресторан выбрала и где-то лучше интерьер а в ривьере лучше кухня ты знаешь мне все нравится я просто хотела совет девочка реши я тебе абсолютно доверяю где же сейчас мама? а давай я тебе покажу аккуратно ступеньки анюточка садись пей молоко кого-то поймал 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 она не меня вы это не Анюта вы что себе позволяете а? пей пей молочко давай Анатолий можно вас на минуту? вам водить вообще-то сейчас пойду узнаю что Гаргоне нужно да-да я против вас лично ничего не имею вы веселый человек по-своему вот меня и раскусили но вы мне очень мешаете вы настраиваете ребенка против меня я не против вас я против вашей системы воспитания знаю я ваших древних греков так за воротник закладывали будь здоров и никакая пайдея им не мешала у меня высшее педагогическое образование стаж работы 30 лет именная почетная грамота от министерства да это же смерть всему живому вон я был на этих курсах опекунов за Игоря Васильевича ходил пестолоцы сидят там рассуждают фантесиере вот это фантесори как его у нас многих воспитывают ремнем и кстати нормальные личности получаются вы мне очень мешаете ну какая у вас в этом цель? моя? да развитый ребенок а у меня счастливый ребенок вас не переговоришь и вас тоже спасибо больше не буду да? хорошо не надо Петровна, ну подарок-то возьми пойдем, у нас еще математика русский Аня Аня что ж ты посмотри опять прятки Аня 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 Петровна Аня Петровна ты здесь вообще что делаешь? может ты забыл, что твое место в гараже? Елек а ты тут пока не хозяйка, чтобы места распределять а то ведь сама получишь прописку у дверей на коврике а вот этот Толик перебор Аня Петровна Аня Петровна а она влетит пошли отсюда я еще раз говорю мне не нужны эти подробности да секунду мне нужны конкретные цифры к завтрашнему дню к завтрашнему совещанию это понятно? все, всего доброго пока я слушаю Алла Петровна что с вами случилось? я хочу отказаться от работы почему? я не могу найти контакт с ребенком без контакта это всмысленно хорошо, но попробуйте еще нет хотите я повышу вам заработную плату? девочка все время находится под контролем Анатолия она все время с ним и ну я не могу ничего поделать с этим понимаете это бессмысленно Алла Петровна я вас умоляю пожалуйста не уходить это моя личная просьба я в самом скором времени решу этот вопрос хорошо извини я все слышала но Толик действительно слишком много на себя берет он хамит мне Аня за ним повторяет я не знаю почему почему водитель живет с нами в доме и вообще ты по-моему относишься к нему как к члену семьи Толя Толя чего? иди сюда сейчас Анечка подожди чего? ну я с ребенком ты что обалдел? что ты мне устраиваешь аварийную ситуацию? а что штрафы опять прислали? ну так камеры ж кругом слушай это не смешно это мой дом это моя семья веди себя соответствующим образом ну понял не дурак если ты еще хоть раз грубо ответишь Алле Петровне или Юле особенно Юле я не знаю что я сделаю когда я грубо слушай шутки твои дурацкие достали и не надо Аню и мучить если ты устал иди в отпуск так и скажи так я на отпуск не устал я могу и совсем уйти куда ты пойдешь? а я на таксомотор пойду так кто тебя возьмет тебе до пенсии всего ничего таких не берут уже на работу ну и вам счастливо оставаться сам старпер что сказал? что слышал? покачаешь? так я высоко покачаю Аню но не сейчас слушай мне сейчас нужно уехать и возможно мы с тобой долго не увидимся скажи ты секреты хранить умеешь? это тяжело? нет вот это теперь твой телефон но надо спрятать его в мишку вот сюда но только об этом не должны знать ни Юля ни Игорь и ни Алка Петровна договорились? я не скажу вот а ты такой грустный я не грустный мы будем с тобой созваниваться я тебе буду звонить вот отсюда со своего телефона а ты мне будешь отвечать и мы будем с тобой разговаривать как влюбленная ну у влюбленного ты себе помоложе найдешь я же люблю тебя я тебя тоже очень люблю ну мне пора умудет ну а почему ты меня не любишь? как тебе сказать просто я ревную тебя к Игорю ну вот шоколадку видишь вот ты что будешь делать если я у тебя ее заберу? так можно же поделиться а так? а мне Игорь еще купит Анечка давай выпей молоко с печеньем Ань молоко спасибо я не буду почему? а то у меня не заболела нет все нормально а а давай мы с тобой в прятки поиграем так вы же говорили что в прятки нельзя в доме даже на Толика ругались а какой сегодня день? четверг в четверг можно? правда? давай я буду водить давай только не подглядывать хорошо раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать ну что документы у вас одобрены все в порядке официально вы можете быть опекуном спасибо а как мне побыстрее оформить опекунство? фамилия вашей девочки Кудрявцева Анна Кирилловна дело в том что ее нет в базе данных что значит нет в базе данных? это значит что над ней нельзя оформить опеку что за бред? это ошибка? да мы сами пытаемся разобраться у девочки нашлись родственники ну вообще-то не просто родственники а отец какой отец? ну да вот Шахов Кирилл Игоревич он через суд пытается установить отцовство было первое заседание суда и суд постановил провести экспертизу ДНК может мне объяснить что тебе нужно? как сын я для тебя ничего не значу может хоть как отца любимой внучки зауважаешь? еще раз что тебе надо? ты отменяешь свадьбу спишь с ней просто так но я являюсь единственным твоим наследником а если нет? зачем тебе ребенок? что ты собираешься делать? планирую отдать в частную закрытую школу тебя туда не пустят слушай ты собираешься сводить счет и со мной своди но Аню не трогай не порти ей жизнь я думаю в основном о тебе очень рад что ты хоть кого-то когда-то полюбил пусть не меня пусть мой биологический материал но зато теперь мы можем поговорить с тобой на равных ты шантажируешь меня ребенком и собираешься разговаривать на равных? слушай тебе всегда было плевать на семью что сейчас-то? ладно я но мама ты думаешь она не знала про твои измены? думаешь вот просто так сердечный приступ да? да у него выгорело сердце хочешь жениться женись но ребенка ты не получишь ладно аккуратно а почему фонтан не работает? ну фонтан ты видишь скоро дождь пойдет а в дождь фонтаны не работают давай пойдем домой опа аккуратно а может поедем на такси? Анечка а мы не можем на такси у меня денег нет пойдем а я знаю бесплатное такси ну дорогая моя бесплатного такси не бывает а я говорю бывает ну нет ты мне будешь рассказывать никто нас бесплатно не повезет а друзья повезут такси заказывали? привет привет Алла Петровна вы восхитительно выглядите спасибо и светом я по-моему угадал да? под глаза ты нас покатаешь? конечно прыгай давай эх устал я что-то Анют может ты поведешь? конечно ну давай перелезай сюда да вы что? да вы с ума сошли Анатолий вы что творите? да все под контроль Аня вернись сейчас же да вы правила нарушаете да не все же по правилам делается это точно а ты серьезно давай учись вот здесь ручка вот здесь и крепко держи руль хорошо? Андрей Николаевич вопрос в лоб как мне забрать ребенка у Кирилла? ну на законодательном уровне это будет сложно видите ли отцу предоставляется преимущественное право при усыновлении в данном случае удочерение ребенка мне не нужно знать как это сложно расскажи о возможностях ну хорошо тогда мы будем настаивать на том факте что Кирилл будет плохим отцом ребенок его никогда не видел не знает вместе они не проживали но это будут наши слова против закона привет привет ненадолго я выбора меню и надо внести предоплату садись Юлечка сейчас приду прости что? для Ани а завтра кататься будем? обязательно поедем и в зоопарк? да привет а что это? кактус осторожно колется кактусы всегда колется чтобы их не трогали и не обижали за всем коктейль это тебе мама прислала из Мексики спасибо пожалуйста ты чего такой грустный у тебя что-то болит? нет просто устал тогда ложись у меня для тебя есть сказка ну давай рассказывай так в некотором царстве жил принц у него была невеста и лучший друг когда он только собирался жить в невесте ее и друга похитил в драконах и дышащей с тремя головами и он пошел за горы за села искать далеко далеко и тогда он шел шел и даже еще старее стал он увидел город через который вели следы он там построил дом ему дали яйцо в котором на иголочке была смерть дракона ему стало жалко дракона и он дал яйцо курице чтобы там высидела змея а там высидела маленького котенка и они вместе победили дракона он освободил друга и женился на невесте прекрасная сказка ну а где же в ней девочка Аня она ведь тоже жива с принцем нет у принца не было никакой девочки Аня он объяснился с ним и стал без сахара я забыл молока нет спасибо а что-то случилось нет я могу чем-то помочь нет а так уже помогла до вечера сереженька съезди сам к поставщику и прости да я слушаю Игорь Васильевич за Аней приехали говорят собирайте ребенка кто приехал инспектор из опеки так никого не пускай я сейчас приеду да не могу я их не пускать они уже вошли никого не пускай я скоро приеду ребят начинайте без меня а подождите пожалуйста сейчас приедет ее опекун официально у девочки опекуна нет и непонятно на каком основании ее сюда привезли пойдем нет подождите скажите а вы куда ее везете для начала в медицинское учреждение по постановлению сюда нужно взять генетический материал для экспертизы а потом разместим где нибудь не переживайте уходим а Петрович где Игорь Васильевич я не хочу а Игорь Васильевич сейчас приедет подождите пожалуйста ну Аниша ты не волнуйся не волнуйся сейчас Игорь Васильевич приедет он разберется привет Юль а ну придется похоже повременить со свадьбой чего если мы распишемся Кирилл заберет Аню подожди подожди так все же готовы у меня родители послезавтра приедут Юль это моя внучка я за нее отвечаю дай мне время разобраться с сыном пожалуйста с сыном с внучкой ну как всегда впрочем скажи а для меня есть где нибудь место в твоей жизни Юль вы мне все очень важны вы мне все очень важны но свадьба может подождать свадьба может подождать только я больше ждать не буду для тебя же важнее Кирилл и Аня теперь для тебя важны слушай а помнишь мы с тобой когда познакомились мне еще тогда сказали смотри какой мужик клевый жалко только староват немного ну я подумала ладно чего поиграюсь полгода а потом видно будет а потом я влюбилась и все это время я тебя любила жалко только ты этого не ценишь потому что для тебя другие люди важнее знаешь чего свадьба подождет только я больше ждать не буду куда тебя подальше я не знаю что я не знаю что я не знаю Чего? Ну, показал характер. Все, возвращайся на работу. А я уже работаю. Таксистом. Очень хорошая работа. Пассажир сел, пассажир вышел. Сам себе хозяин. Никто меня ничем не попрекает. То ли я тебе зарплату повышу в два раза. Да что ты. А куда эти деньги? Солить, что ли? Ну? Знаешь что, Игорь Васильевич? Мне вот скоро на боковую. Завтра первый заказ в шесть часов утра. Так что бывай здоров. Толь, ну хватит дурака валять. Ну хорошо, прости. Я был неправ. Я сволочь. Бабы меня накачали. Вот. Вот. Пошли. Бери ящик. Никогда не думал, что останусь один. Дурацкая ситуация. А что ты хочешь? Все равно нужно выбрать, кто тебе дороже. Без кого ты жить не сможешь. Юля или Анютка? Скажи, а почему все время нужно выбирать? Или, или. Нельзя это как-то совместить? Да все ты знаешь, все ты уже решил. Просто говорить не хочешь, как обычно. Я Анете позвоню. Да я звонил ей, у нее телефон не работает. А у нас с ней специальная секретно-шпионская связь. Номер такой. А, телефон. Алло. Алло, Анют. Ты сейчас где? В детском саду. Но только тут и ночью спят. И никто домой не ходит. Ну, а где этот садик? Там на доме табличка такая должна быть. Улица и номер. Ну, тут рядом... Вокзал с поездами. Судя по всему, она в интернате. Где-то рядом с вокзалом. Ну, как ты там, Анюта? Хорошо. Только у Игоря лучше. Дай мне другую. Алло, Анют. Это Игорь. Привет. Привет. Как ты, милая? Скучаю. Я тебя заберу обязательно. Когда? Ну, скоро. Немножко потерпеть придется. А ты от меня не отказался? Почему меня забрали? Да нет, что ты. Я, конечно, не отказался. Просто у нас там что-то напутали в нашей лотерее. Я тебя заберу обязательно. Игорь, я буду тебя ждать. Я тебя целую, моя хорошая. Я тебя тоже. Давай найдем этот интернет и вывезем ее оттуда. С ума сошел? Тогда ее точно от меня заберут. Надо это как-то законным путем сделать. Давай. Возьми, только аккуратно, он колючий, из Мексики. А что вам еще рассказать? Где билеты? А они мало остались. Иди отсюда, у Левка. Ты про лотерей толкаешь. Не дай. Аккуратно, ему больно. Что там за лотерея? Моя мама выиграла лотерею. Теперь она плавает по всему свету. Это она все прислала. Мои родители алкаши. Нас сюда обратно забрали. Мы подарков не видим. Вот от жирдяев вообще отказались. Прокормить не могли. Ничего, вам пришлют подарки. Они, наверное, где-то потерялись. И тебе тоже. Хватит тирать. Мать твоя, наверное, бухает. Знаешь, что это такое? Нет. Водку она жрет. Неправда. Моя мама хорошая. Кто тебе это сказал? Игорь. Он главный в этой лотерее. Нету никакого кораблика. И мать твоя либо на зоне, либо в больничке, либо вообще умерла. Тут интернат. По лотерее сюда никого не привезу. Отдай. Отдай, это мой. Отдай. Был твой, стал мой. Пошли, тихо. Ну хотя бы ракушку оставь. Обойдешься. Привет. Привет. Что-то случилось? Прости. Я в прошлый раз нагорел много чего лишнем. Сказал то, что думал. Я поняла, насколько важны для тебя твои близкие. И не претендую на их место. Вот и меня тоже прости. Просто так все меняется. С такой скоростью. Я как-никак дедушка. Сам себя не узнаю. Я просто хочу знать, в твоей жизни есть место для меня? Конечно, есть. Стой! Чего тебе? Дай, пожалуйста, мой телефон. Мне другу надо позвонить. Нет телефончика. Загнал я его. Продал. Помоги мне, пожалуйста. Мне надо маму найти. Но меня воспитатели не пускают. Так тебя вообще не пустят. Ты дорогу знаешь? На вокзал на поезд. А с остановки я дорогу знаю. Давай через час. На этом же месте мы встретимся. И я тебя выйду. Спасибо. Да, Толя. Игорь? У Анюты телефон не отвечает. Ты как хочешь, я сейчас еду за ней. Подожди меня, поедем вместе. Хорошо, жду. Давай. Что значит, вы не знаете? Кто знает? Мою внучку определили к вам. Да вы не волнуйтесь. Мы разбираемся. Дали ориентировку в полицию. Дети говорят, она поехала домой искать маму. Ей кто-то сказал, что мама выиграла путевку в лотере. Девочка поверила, потом засомневалась. И все, только держите. Ну, вы не волнуйтесь. Поехали. Мы найдем ее обязательно. Игорь. Игорь. Ау. Нет. Посмотри в вокзале, я на перроне посмотрю. Пассажиры, подождите. Подождите, подождите. Лида, помоги, пассажир. Да, пассажир. Ребят, так постойте. Постойте, не переживайте, все успеете. Скажи, пожалуйста, где твои родители? Там. А, там я у всех спросила, никто ничего не знает. Ну, что мы с тобой делать, а? По отправлению через три минуты. Мне ехать надо. У меня мама в Мексике. Лида, Лид, ты полицию вызвала? Да, конечно, вызвала. Вызвала, хорошо, ну, а правда, кто будет говорить? Аня, Анюта, прошу вас. Пропустите. А, пожалуйста, идите, чтобы я вас не видела, да, давайте. Простите, ради бога, это моя девочка. Стойте, пожалуйста, документы на ребенка имеются? Нет, документов нет, мы просто вышли погулять, и она сбежала, она любит путешествовать. Так, твой дед? Тетя, я его не знаю. Подождите, ну, правда, она шутит. Я ее дедушка, ну, поверьте мне, она просто шутит. Лид, что там у нас с полицией? Да идет полиция, идет. Правление через минуту. Извините, если вам вот это поможет, вот, смотрите. Смотрите, ну, видите. Ну, что ж вы, дед, за ребенком не смотришься. На молодых заглядываетесь, она еще под колеса не попала. А ты не ври больше. Проходите по колесу. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Нет, ставите, ищите паспорт. Пойдем. Ты меня так испугал, а мы искали тебя... Прости, я никуда не пойду. Ну, что, что случилось, Маленька? Соврал ты мне. Нет никакой лотереи. Маленька, соврал. Соврал, правда. Прости меня. Давай мириться. Поехали маму искать. Безврослых детей никуда не пускают. Маленька, мы не можем маму искать. Дело в том, что мама заболела и, к сожалению, не выздоровела. Она сейчас живет в таком месте, куда нам с тобой никак не добраться. Никак? Никак. Что же тогда делать? Ну, мама дала тебе задание. Я ведь твой дедушка родной. Поэтому ты должна за мной присматривать. Ну, здорово. Вот они где. А у Толика уже подушево дымятся. Поехали нам. Давай руку. У нас есть результаты генетической экспертизы. Шахов Кирилл Игоревич является отцом Кудрявцевой Анатолицы. Анны Кирилловны. Соответственно, ребенка нужно передать отцу. Подождите. Давайте этот вопрос рассмотрим более подробно. Мы должны принять во внимание, что девочка родного отца не знает. Семейный кодекс прямо указывает, что мы должны брать во внимание мнение ребенка. Девочке шесть лет. Какое у нее может быть мнение? Я хочу предоставить слово представителю Демина Игоря Васильевича. По новым вводным он является родным дедом. Девочке и знаком с ней намного лучше, чем отец. Пожалуйста. Уважаемое собрание, Игорь Васильевич, это не секрет для всех нас, что мой клиент, присутствующий здесь, рассматривал возможность взять опеку над Кудрявцевой Анной. И дополнительно хочу второй вопрос задать. А зачем он это делал? Все очень просто. Шахов Кирилл, также присутствующий здесь, получил возможность стать отцом, но отказался. Также у меня есть свидетельство, что он рассматривает, посещает частные пансионаты. Получается, что он хочет получить ребенка и тут же от него отказаться. Уважаемое собрание, хочу напомнить вам, что после смерти матери ребенок долгое время находился у моего клиента. И между ними установились теплые, я бы даже сказал, очень дружеские отношения. Вы его спросите, почему он вдруг решил стать отцом. Хочу исправить ошибку молодости. Ну а почему только сейчас? Раньше что? Осознал не так давно. Как часто вы общались с ребенком? Не было такой возможности. Аня жила у моего отца. А к отцу почему не могли прийти? У моего отца молодая жена. Гражданская. И если говорить о морали, то как это скажется на моей дочери? И я не знаю, откуда взялась эта информация про пансион. Аня будет жить у меня. Как вы думаете, у вас достаточно опыта и желания, чтобы воспитывать шестилетнюю девочку? Желания достаточно, а опыт дело наживное. Подожди, туда нельзя. Я хочу быть здесь. Спокойно, спокойно. Туда нельзя. Идите сюда. Проходи, не бойся. Проходи. Скажи, пожалуйста, а где бы ты хотела жить? В аквапарке. Но мне нельзя. Мне надо за дедом ухаживать. И ты не хотела бы жить с кем-нибудь другим? Вдруг тебе там понравится больше? Ну, а куда я от него денусь? Он старый. Без меня-то он не проживет. Да я по нему уже очень сильно соскучилась. Ну, беги. Я с тобой. Толик! О, кого я вижу! Все-таки мы вам советуем. Помритесь с отцом. Семья есть семья. Всего доброго. Вы сделали все, что с вами. Только не думай, что ты победил. Мы с тобой встретимся в суде. До свидания. Все равно. Кирилл. Не надо воевать. Ни к чему не приведет. Прости, я очень виноват перед тобой. Это вряд ли можно исправить. Но не совершай поступков, за которые потом будет стыдно. За грибами. Я никогда не ходила за грибами. Как так? Вот эта девочка, шанс стать лучше всем нам. Поверь мне. Ну что, поехали? Поехали. Погнали, ребята. Погнали. Клиент. Аккуратно. Ты словил. Кто это? Щука? Нет, малыш, это не щука. Пойди у Толика посмотри. А у тебя щука? Нет. А тебе золотая рыбка не подойдет? А это она? Ха. Очень может быть. Иди-ка сюда, рыбка. Золотая рыбка, она же тоже желание исполняет? Ну да. Ну выходит славить. Ура! Ну? Попробуй. Только держи крепко. Да. Рассказать. Пожалуйста, я рыбку еще раньше времени. Пойдем, рыбка. Рыбка, сделай так, чтобы дедушка никогда не умирал, чтобы Толик поженился, да чтобы мама, у нее, чтобы все там на небесах было хорошо. Тогда мы все будем счастливы. Ой, ты домой хочешь? Ну, плыви. Субтитры сделал DimaTorzok